Здравствуйте! С вами я, Марина Живучая, и моя программа Беспризора! В Москве начал работать репляционный центр для мужчин, которые пострадали от праздника 8 марта. И мы попытаемся сегодня взять интервью у первых жертв. Поехали! Вот оно, то самое логово. От нас потребует пароль, который мы знаем. Мы пытаемся проникнуть. Редуктор! Здравствуйте! Кто такие? Камеру убери, да? Я понимаю праздник. 8 марта. Иду по улице. Блесна, которые хотел купить всю жизнь. Набор купил, денег оставалось на два цветка. Две гвоздики, свежий принес чертное. Ну, вообще, я считаю, что в современном мире 8 марта – это праздник, навязанный культурой потребления. Это нажива для цветочников и инородная пушлость. Но я попросила на праздник мимозы. Купил. Два килограмма. Думал, сука, сядем, похаваем нормально, за праздник посидим. Откуда я знал, что это цветы? Я считаю, что эмансипация женщин и острый феминизм в начале 20 века. Нет, вот смотри. Взял свой гаражный костюм, решил постирать. Закинул в стиральную машину. Откуда я знал, что у нее там находится еще нижнее белье. Полоска в жопу, две полоски ткани на грудь. Купила. Со скидкой. По акции. За 13 косарей. Вот. 14 штук. За косарь. Вот это со скидкой. Привели к плачевным последствиям в 21 веке. Торона. А сегодня в честь праздника я не буду ставить звезды. Я поставлю крест на этом заведении. Зажигайте бабы. Женщина не танцует, женщина я не танцую. Хватит улыбаться, нормальная салитация. Женщина не танцует, женщина я не танцую. Никого я не рисую, не умею. Я не танцую.